Квартира, дом. В данном случае мы сняли турецкий вариант. То есть без посредников. Хочу показать сразу же, как, если это утро, то как оно начинается. Это с апельсинного сока. Петолочки с сильно газированной водой. Это замачиваются оливки каждое утро, это сразу с вечером. Сначала я их надломаю, а потом и залью водой. То есть в упаковке мы покупаем сначала их в такой или в другой. Я их надламываю, заливаю водой и два раза меняю, чтобы соль вышла. И получается, остается жирнота и аромат. Ведро апельсинов, конечно же, авокадо. Точнее сказать, шкафчик авокадо. Вот. Стол мы поставили так, как нам удобно, так, чтобы к газовой плите можно было не обязательно подойти. И здесь вообще накрыли. Газовую плиту используем в качестве столика. Бананов нам дарят. Уже три раза далили в палатку, поставили в саду, подарили связку. Сюда, когда переселились, на балконе сверху упала одежда к нам сюда. Я пошел, занес наверх. Слезду бананов еще одну подарили. Эти же хозяева, у которых мы снимаем, хозяева этой квартиры, тоже бананов подарили. Вот тут все есть. Недорого, по сегодняшним меркам. Комната для намаза. Совершения намаза. Или йоги. Кому что нравится. Такая маленькая. Или здесь можно тоже жить. Кому-то. Это спальня там. Два балкона. Вот здесь все так. Почему турецкий дом? Ну, почему я его назвал турецкий? Сейчас покажу. Сначала балкон закажу. Проходим. Нам нравится природная черта. Вот. Там находится пляжик, такой парк и Средиземное море. Пойдемте дальше. Все удобно. Туалет, ванна. Точнее сказать, туалет, душ. Тут все есть. Бойлер. А, турецкий дом, потому что, ну, здесь символика такая. Назар обязательно будет висеть. Там ключик с такими глазками. Ну, Назар это вот. Называется вот такие глазки. Тоже с мусульманской символикой. Такие. Ну, еще не только поэтому. Вот турецкий флаг висит на окне. Вот так. Турецкий прозрачный флаг. Здесь тоже, опять же, Назар. Полумесяц. Ататюрк. Президент, который сделал из Муна. И, короче, республику сделал. Как при его правлении. Из Турции. Что еще? Собственно, ну и все. Основное я показал еще раз. Остановлюсь на втором балконе. Я бы принимал солнечную лану. Здесь мы расстелили коврик. Балкон большой. И натянули свою веревку. Постоянно с собой. Она веревка. Одна и та же. Или в палатках. В фруктовых садах. Вешаем что-то на нее. Или на балкончике. Посмотрите, какой шикарный вид. Здесь. И это по-турецки. По фруктсерфингу. Так сказать. Потому что это фруктовая и банановая теплицы. Вот эти сразу перед нами. Высокие такие. Высотой с двухэтажный дом. Там еще выше. Теплицы банановые. Ну и тут. Вот так. Сельская деревенская черта. Только по-турецки. Южная турецкая. А вот все теплицы там. Я вижу баклажаны, помидоры. Вот такое все выращивают. До моря близко. Дом. Квартиру, в котором мы снимаем. Море. Близко. Посмотрите, друзья. Мы вышли из подъезда. Многоквартирного пятиэтажного дома. А здесь спускается самолет. Я думал, будет большой самолет. Тут Боинге. Какой-то маленький спускается. Там аэропорт находится. Город Газипаша. До скорых встреч. Кажется. Продолжение следует... А здесь сарай находится. Я люблю туда органику выбрасывать. Мусор органический. То есть не хочется забрасывать в тот контейнер. У нас большие объемы потребляемой органики.